Дорогие друзья, уважаемые товарищи, поздравляем вас с 101-й годовщиной рождения Ленинского комсомола. Одна из самых удивительных организаций на земле. Почти 200 миллионов наших соотечественников, граждан СССР и России прошли через эту удивительную организацию. Каждый из вас помнит свое детство. Я сегодня пришел на работу в Думу и спрашиваю у моложавой женщины, я вас поздравляю с комсомолом, она говорит, комсомол я не успела вступить, а вот октябренком и пионером была и с таким счастливым лицом вспомнила свое детство. Хочу, поздравляю вас, напомнить каждому, что для детей создание детско-юношеских организаций комсомола было великим подвигом советской власти. Почти 4 миллиона детей осталось беспризорниками. Каждого из них выучили, дали работу по специальности. Это было героическое племя, которое совершило подвиг в 1941-1945 году. На фронте практически судьбу войны решали и комсомольцы под командами выдающихся полководцев Сталина, Жукова, Рокоссовского, Конева, Василевского. Командиру взвода и батальона было 19-22 года. Это племя, воспитанное советской властью, советским учителем, воспитанным комсомолом, решило исход войны, одержало выдающуюся победу над фашизмом, водрузило красный стяг Ленина, Октября над Рейстагом. Комсомол и молодежь после войны все сделали, чтобы продолжить трудовой подвиг. Перед войной молодежь строила лучшие заводы, магнитку, Днепрогресс, Турсиб и создала 9 тысяч лучших на ту пору предприятий. Я когда изучал историю нашего подвига и победы, был поражен, что в 1941 году у нас был лучший станочный парк в мире, было самое образованное молодое поколение. И это предопределило наш успех и нашу победу. После войны ударные стройки комсомольские. Как-то Кобзон сказал Путину, хотите, чтобы мы освоили Север, Заполярье, Дальний Восток, давайте восстанавливаем комсомольскую организацию и все будет в порядке. Вот на этой площади мы 25 лет назад снова возродили пионерские организации и дружины. Всего 10 детей пришло к мавзолею, перед которым мы выступили с клятвой, и они поклялись любить родину, помогать ближним, заботиться о старших. Ведь это чудная клятва, которой может молодой человек дать своей жизни и обязан принести через всю жизнь. Сегодня у нас быстро растут пионерские комсомольские организации. Сегодня у нас много друзей по всему свету. Сегодня мы поддерживаем интернациональные связи с молодежью Китая, Вьетнама, Индии, Европы. К нам приезжают учиться молодежные лидеры, а мы недавно всю свою комсомольскую бригаду отправляли на стажировку в Китай. Они даже поучились вместе с китайской молодежью в их уникальной школе в провинции Ханань. В этой провинции проживает более 100 миллионов граждан. Одна провинция больше самого крупного государства Европы – Германии. На мой взгляд, мы обязаны все сделать, чтобы детско-юношеское движение полноценно овладело всем учебным процессом. Мы обращались к президенту. Три года назад он подписал указ о создании детско-юношеских организаций в школах и учебных заведениях. Да, трудно, но они сегодня живут и развиваются, и мы благодарны вот этим детям, их воспитателям, их родителям. А в этом году вот наша команда здесь, 19 мая, в день рождения пионерии, приняла на площади 5000 детей в пионеры. Были дети из Северного Кавказа, из Донбасса, приезжали дети из Белоруссии. Для нас это принципиально важно. И одним из самых массовых движений было и остается студенческие отряды. Мы направляли свои студенческие отряды, совместный отряд трудился в Минске над объектом, где были представители ридной Украины, Белоруссии, России. Никто там не спорил и не ругался, все строили прекрасные объекты и все демонстрировали чувство локтя, дружбы и сотрудничества. Сегодня суровое время, нас обложили санкциями, бандесверы уже репетируют при Балтике, нацисты и бандеровцы не сдают позиции на Украине. Что касается Восточной Европы, размещает американские базы, которые в принципе угрожают серьезно нашей безопасности. Но безопасность начинается прежде всего с семьи. Если дети обучены, воспитаны, если есть возможность спокойно отвезти ребенка в детский сад, принять пионеры, пройти комсомольскую школу, поработать на стройках, то это совсем другой гражданин, это гражданин, который впитает в сердце все лучшее, что было в нашей тысячелетней истории, особенно в Великой Советской эпохи. Вам будут сегодня рассказывать всякие сказки. Я сегодня просмотрел почти все ваши программы с утра и был просто поражен. Вспомнили обо всем на свете, но забыли поздравить своих отцов, дедов, своих братьев и сестер с уникальным праздником – Днем Рождения Комсомола. Поздравляю вас с этим праздником и желаю всем удачи. Спасибо. Спасибо.